Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра. Сегодня, увы, опять черный повод для ролика. Вопреки многочисленным крикам о том, что коронавируса не существует, страшное заболевание забирает одного за другим совсем не старых людей. Вчера стало известно, что на 57-м году жизни скончался дирижер Александр Ведерников. Любой некролог писать неприятно, трудно, но писать некролог о молодом артисте, с которым тебя связывало несколько лет жизни, писать просто страшно. Я начал вспоминать, как я познакомился с ним лично. Понятно, что концерты и спектакли с его участием мне доводилось слушать с самого начала его карьеры. Колокольчик в Стасике и Аланта в Геликоне. И я пришел к выводу, что это было после концерта Андрея Борейко в Москве, нашего общего друга. Но там, в дирижерской комнате концертного зала Чайковского, Ведерников просто шарахнулся от меня. Критиков он никогда не жаловал. Критики никогда не были с ним ласковы, и до конца жизни у него так и не родились взаимоотношения с теми, кто сегодня обслуживает с удовольствием маститых дирижеров и худруков театров и оркестров. Да и вообще, скажем честно, Ведерников был большим мизантропом. Потом, когда его назначили неожиданно для всех главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра, я пришел брать интервью у него, и мы сидели в темном коридоре дома звукозаписи, где его собственный оркестр снимал угол. В тот момент я не знал, что через год мы будем работать вместе, но меня тогда уже поразила его человеческая неприхотливость, отсутствие понятных любому советскому человеку желания иметь звание, должности, быть замеченным властью, в жизни не встречал более равнодушного ко всему этому человека. Причем это была не поза, а его естественное состояние. Потом один старый чиновник все время говорил ему, Саша, так нельзя, у нас ранжированное государство, а он только отмахивался и смеялся над тем, когда театр решил сделать ему приятное и подал документы на звание заслуженного деятеля культуры. А он был, по сути, настоящим народным артистом. Не в том смысле, что его знали миллионы, а потому что он был настоящим русским художником по духу, по мыслям, по любви к родному краю. И пока все рвались на заграничные курорты, Ведерников любил посещать Кировскую и Костромскую области. Через год после того интервью меня, Ведерников и Иксанов, позвали работать в Большой, и мы сразу как-то сблизились с Сан Санычем, как все его называли. Просто потому, что у нас были общие интересы. На этом страшном заводе, где за каждой дверью таилась своя лавочка по левым заработкам, только нам, кажется, было интересно вытащить театр из творческой ямы, куда он угодил за последние десятилетия. Только мы понимали, что процесс этот кропотливый, и наскоком ничего невозможно сделать. Это нас исплотило. Мы проработали вместе почти семь лет. Последние годы даже сидели в одном помещении. И меня очень радовало, что я узнал этого человека ближе. Потому что за панцирем, в который он прятался, таился и тонкий художник, и интеллигентный человек, и рудит, балагур, остряк, весельчак. Все, что он оставлял в своем кабинете, когда выходил к оркестру, я всегда наблюдал, удивляясь таким метаморфозом. Но самое главное, он любил и умел работать. Выросший буквально за кулисами театра, он понимал, как устроен оперный театр. Что нужно сделать, чтобы он менялся в лучшую сторону. Скажем, он никогда не ленился проводить спевки, что после его ухода навсегда исчезло из большого. Теперь там стиль Мариинского, концертмейстеры готовят певцов. А Ведерников мог и уметь взять певца, сесть за рояль, поработать с ним и довести его, что называется, до ума. Вообще он готов был решать любые задачи. Внезапные, летучий голландец или дети Розенталя, Десятникова. Все получалось у него прекрасно. Но как это водится в нашей стране, судили не по результату, а по отсутствию паблисити. Даже многие музыкальные критики не готовы были признать, что он работает умело и профессионально. Что музыканты любят с ним выступать. Сколько я привозил замечательных зарубежных солистов для наших концертных программ. От Вальтраутмайер до Ангелы Деноки. Все говорили мне с восторгом, что это очень хороший дирижер, который на Западе сделал бы огромную карьеру. С Западом роман у него случился поздно. Все же благодаря папе у него был свой оркестр в России. Сначала оркестр ТВ-6, потом русская филармония. И вот это опять же портило ему западную биографию. Причем я понимаю, почему он так делал. В молодости он отпахал очень много концертов и с советскими оркестрами, и на балетных гастролей с трупа Смирнова-Голованова. Он всегда с ужасом вспоминал, как тогда балетные с щелкунчиками чесали по Англии. Но свой оркестр вывел его за пределы западных притязаний его поколения. Потом его грубо уволят из этого оркестра, который он основал. Однажды он получит на моих глазах свою трудовую книжку с записью «Уволен» из оркестра «Русская филармония». Расстраивался ли он, когда люди, которых он приводил куда-то за руку, потом его предавали? Уверен, что да. Невозможно не расстраиваться. Но от подобных историй он только начинал больше работать. Когда в начале его большотеатровской карьеры мы стали предлагать его разным западным агентам, они сначала пожимали плечами, где он был столько лет. Но люди, которые доверяли ему, потом с удовольствием приглашали вновь и вновь, зная, что качество исполнения будет на самом высоком уровне. Он удивительно умел находить контакт с музыкантами. Они чувствовали в нем своего человека. И что во Франции, что в Великобритании, что в Скандинавии, в которой он работал с удовольствием, это было именно так. Швеция, Финляндия, Дания с их неторопливым ритмом и высоким уровнем подготовки музыкантов всегда были самыми желанными для него. И дом, который он купил в Финляндии, недалеко от Саванлины, в котором он проводил отпуск, сливаясь с обожаемой природой. Его Леночка была с ним заодно. Наконец он встретил женщину, которой, как и ему не нужны, были шикарные курорты, дорогостоящие наряды. Вместе они сплавлялись на байдарках. И те музыканты, которые стремились к полетам частными джетами или покупке лакшери авто, всегда крутили в этот момент у виска. Но он был абсолютно счастливым в своем полностью деревянном доме, собирая грибы у крыльца каждое утро, гуляя по окрестностям с любимым кламбер-спаниелем Архипом. Иногда он мог быть и франтом, привезти из Италии какие-то новые ботинки, не модные, а такие старые модели, добротные. Но репетировал в страшных, уже разваливающихся туфлях. Этот малый интерес к деталям одежды, тем не менее, никак не исказывался на творчестве. Репетиции Ведерникова было интересно наблюдать. У него была прекрасная музыкальная память. Вообще, человек был он очень одаренный. Когда Мстислав Ростропович, заваривший кашу с войной и миром, сбежал за 10 дней до премьеры, театр спас именно Ведерников, который просто еще в юности выучил партитуру Прокофьева, посещая спектакли своего отца. Он настороженно относился ко многим моим предложениям по режиссерам, но потом с удовольствием дирижировал спектаклями Конвичного, Некрошуса, Уилсона, Чернякова. Да, Евгений Онегин, который именно в эти дни возродился в Вене, так и никогда не получил такого же достойного музыкального воплощения, какое было на премьере и в последующие годы, когда дирижировал Ведерников. Но он никогда не боялся позвать дирижеров, которые были лучше него, опытнее. Этого сейчас мы ни в Большом, ни в Мариинском не видим. А мы приглашали таких дирижеров, и то, что с оркестром работали Плетнев или Тимирканов, Белоглавик или Хагер, это тоже заслуга Ведерникова. До того, как он начал работать в Большом театре, ни один приличный дирижер не вышел бы на репетицию с этим коллективом. Вспоминаю, как буквально потрясен был Марис Янсенс, который услышал как раз «Войну и мир», и потом наговорил много комплиментов. «Как вам удалось так быстро привести оркестр в форму», удивлялся он. Но к чему Ведерников точно не был готов, это к компромиссам. Когда историческая сцена Большого закрылась на реконструкцию, начались проблемы с репетиционными помещениями. Ведерникова пытались склонить к тому, что надо уменьшить количество репетиций. Но это же не Гергиев, он был против. Так наметился раскол между ним и администрацией театра. Его начали выдавливать, за его спиной приглашали Лазарева и Курензиса. Ему это не нравилось. Стали увольнять людей, близких ему по работе, что для него было невозможно. Даже я стал жертвой того процесса выдавливания. Ну, что же, выдавили. Нашли счастья? Никакого. Урина в начале его правления тоже спрашивали, почему не зовете Ведерникова? А он отвечал что-то вроде, нам нужны новые имена. И были ли эти имена хоть на йоту лучше маэстро Ведерникова? Конечно, нет. Да и большие оркестры, БСО, где он начинал ассистентом, РНО, ГАСО, звали его в тот момент, когда просто дырку неким было заткнуть. Потому что всем нужны раскрученные имена, на которых можно сделать рекламу. На Ведерникове сделать рекламу было невозможно. Он просто давал музыкальное качество. Но кому сейчас до него дело есть? И он пошел в Михайловский театр в прошлом году. Не мог себе представить жизни без работы с каким-то русским коллективом. Все стремятся на Запад, а он как раз чуть ли не единственный мечтал о постоянной работе на родине. Когда Ведерников пришел в Большой театр, в коридорах ходил такой анекдот. Симонов правил 16 лет, Лазарев 8, Феранец 4, Эрмлер 2, Рождественский 1. Сколько же этот продержится? Большой театр в этом смысле Клоака, где люди обожают ненавидеть начальство за глаза или безить перед ним. Ведерникову неприятно было и то, и другое. Он проработал 8 лет, и лично для меня, но и для многих это было прекрасное время, в котором театр создал несколько спектаклей, художественный уровень которых никто в этом здании так и не смог затмить за минувшие годы. После театра мы сблизились еще больше, но подлые люди из Большого и тут сделали все, чтобы нас развести. Последние годы мы не общались, мне было обидно. Но когда я сделал ролик после его первого спектакля в Михайловском театре, он вдруг отозвался теплым письмом и благодарностью. Но наблюдать со стороны было даже интереснее. Он был доволен жизнью. Это сегодня такое редкое сочетание. Пост главного дирижера датской королевской оперы, регулярная работа с прекрасными оркестрами в Европе. Питер Гелл позвал его один раз в Метрополитен продирижировать Онегином, но там было такое гергевское лобби, что второй раз это сделать не удалось даже Геллу. Есть много людей, которые не любили Сан Саныча, но поверьте, он был лучше, чем вы его знали. И уж точно он был лучше, как дирижер многих из тех, кто сегодня превозносится в нашей стране. Вот кто должен был возглавить тот же БСО после ухода Федосеева. Вот кто должен был регулярно появляться в Большом, как постановщик русского репертуара. Но в России надо быть только главным дирижером. Все остальное не имеет никакого смысла. Старую советскую систему не перебить даже самым умным и талантливым. Сегодня я вспоминаю лучшие спектакли и концерты с ним. Помню, как в Абу-Даби на концерте «Нетребка Шрота Гаранчи» зал вдруг устроил невероятную овацию именно у Вертюрикси или Судьбы. Это было какое-то светопредставление. Помню, как ездил в Стокгольм и слушал с ним «Отелло». Именно на этом несостоявшемся спектакле закончился его Большой театр. И надо было, что называется, закрыть гештальт. Было чудесно. Помню триумфальный прием оркестра театра в Ласкало. После концерта десятки людей мечтали взять у него автограф. Они, кстати, помнили его многочисленные балетные спектакли в этом театре. Сильный контраст был с тем, что творилось в Москве. Помню, как прекрасно он дирижировал по памяти картинками с выставки с ГАСО. Так сильно, что даже не жалующая его московская критика писала. Ведерников слышит и любит Мусоргского так, как, кажется, никто не слышит и не любит. И такие сокрушительные кульминации, исполненные абсолютного доверия к радости пафоса и звучания, тоже никто здесь не делает. А какой невероятный у него был китиш. Спектакль был растоптан теми, кто рвался к власти в Большом театре, но до этого, слава богу, были показы в Кальере, и итальянцы записали даже постановку и выпустили на DVD. Так вот, в сцене «Райских птиц» у меня было ощущение невероятного дежавю. Точно Евгений Федорович Светланов водил рукой Ведерникова. И, конечно, его любимый Свиридов, которого он знал еще мальчишкой, ведь он был соседом с его родителями по даче. И так музыка этого композитора тоже никто не дирижировал. Патетическая оратория была уникальная, но и многие другие произведения Свиридова звучали у Ведерникова по-особенному, даже те, что он исполнял, как пианист. Тем, кто ценил музыку, а не громкие имена, нисходящие со страниц глянцевых журналов, Ведерников подарил немало счастливых музыкальных моментов, которые сегодня, на фоне очевидного дирижерского шарлатанства, разросшегося, как раковая опухоль по всем коллективам России, вспоминаются с особым восторгом. Ну, а я не забуду его сидящим на стульчике у берега финского озера с удочкой в руках. Не то, чтобы улов был знатный, но это был его маленький отпускной рай. И пусть он остается в этом раю, а мы его не забудем. Меня много спрашивают про новую книгу «Краткий курс оперного безумия». Сообщаю, что уже через пару недель она появится в книжном магазине «Москва», и, надеюсь, он осуществляет доставку и по стране. Пока книгу можно заказать у меня, уже очень много человек оценили, как удобно и дешево получать краткий курс через постаматы с берлогистики. Тем более, что я объявил акцию к Всемирному дню оперы. Доставка с берлогистикой бесплатно от двух книг. Кому интересно, пишите в личных сообщениях Фейсбука, ВКонтакте, Инстаграма. Спасибо, что сегодня вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал здесь и в Телеграме. Помните, что мы всегда говорим вам только правду. Мы экономим ваше время и ваши деньги. Будьте здоровы и до новых встреч на канале Сумерки Богов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова